Я в шоке, братва. Нашел супер дорогие часы. Штребух! Всем привет, с вами Штребух и это свежий обзор моих находочек из помойки. Готовьте свои лайки. Лайки. Ну и пишите комментарии креативные под видосом. Также в этом видосе где-то потерялся пароль. А кто его напишет, тот выиграет 200 рублей. Этот пароль будет где-то заброшен в любой момент этого видоса. Я даже без понятия буду, где он будет находиться. Но, ребятки, где-то он будет. Буквально одна миллисекунда, он промелькнет. И кто первый этот пин-код напишет в комментариях, тот и выиграет 200. Всем удачи! Ну и всем приятного просмотра. Готовьте покушать, дешираки там пивасик. Погнали! Нашел неплохо вещей. Во-первых, зимнюю куртку женскую. Золотого цвета от бренда Полумбир. Размер М. Молнии все рабочие, но вот рукава у нее грязные. Ее нужно, конечно, отстирать. Продам эту курточку, я думаю, на барахолке рублей за 300. Сейчас как раз сезон уже холодает. Ее, скорее всего, купят. Так-то абсолютно целая куртка. Нужно всего лишь ее постирать. А еще был найден полностью новый рюкзак. Пивной от бренда Бат. Видимо, этот рюкзак кто-то выиграл в каком-то розыгрыше. От пива Бат. Также есть еще белая сумка. Кстати, состояние у нее отличное. И еще есть вот такая черная сумка. Михаэль Корс. Но она подушатанная. Но я думаю, на барахолке купят. А еще есть вот такой офигенный, кстати, рюкзак. Меня он так прикалывает. Он как будто новый. Здесь внутренний карман есть. Вместительный большой рюкзак. Постирать его и будет вообще как новенький. Внутри целый. Но у рюкзака есть косяк. Вот эта молния расходится. Нужно ее, по сути, поменять и все. И полностью целый рюкзак. Вот я его, может, даже себе оставлю. Неплохой довольно-таки. Но он как будто женский. Если в итоге решу его себе не оставлять, то продам на барахолке. В таком состоянии, думаю, за 100 рублей купят. Помойка дарит. Зимнюю одежду. И новый рюкзак. Ну, еще сумочки неплохие. Зей бумбэ. Ну, и небольшое количество мелких находок. Во-первых, был найден провод от Xbox 360. Для подключения Xbox к телевизору. Также был найден вот этот шланг. Еще куча насадок. И вообще, ребят, без понятия, для чего эта штука нужна. Скорее всего, это какой-то набор для полива огорода. Или набор для рыбок в аквариум. Чтобы там им кислород подключать. Также еще была найдена вот такая веб-камера. Древняя пипец. Еще и крепление поломано. Продастся на барахолке рублей за 20. А еще три диклофоса. Полностью целые. Для удаления вредителей. То есть, тараканов, клепив и так далее. А еще неплохая рамка для фотографий. Смотрите, какая красивая. Выполнена в форме дерева. Рабочий апеллятор от фирмы Браун. Продастся рублей за 200. Также были найдены, походу, дорогие духи. От бренда Бруно Банани. Модель духов написана Made for Women. Сзади имеется наклейка. Возможно, духи оригинальные. Я думаю, они стоят дорого. Если кто-то из вас имеет опыт и знает, как определить оригинальные духи или нет. Напишите в комментариях, оригинальные они или нет. И сколько вообще такие стоят. Буду очень признателен. Потому что я не знаю, за сколько их можно будет продать. Возможно, эти духи новые стоят тысяч пять. Также был найден вот такой джип, ушатанный в хлам. Продастся на барахолке. Также, помимо этого барахла, была найдена коробка, внутри которой лежит два блендера рабочих с насадками. Продам каждый блендер по 200 рублей. Неплохая, полезная для дома находка. А еще был найден в своей коробке рабочий блендер от бренда Scarlett. В полном комплекте, с большим количеством насадок. Офигеть. Продам его рублей за 300 на Авито. Или на барахолке за 2 сотки. Помойка дарит прибыль и рабочие бытовые приборы для кухни. Нашел, ребят, лакшери сумочку от бренда Chanel. Внешнее состояние просто изумительное. Она как будто новая. На ней есть даже какой-то код, по которому можно проверить оригинальность сумки. Я, кстати, по этому коду не смог найти эту сумку. Возможно, у кого-то из вас получится. Пишите в комментариях, оригинальная сумка или нет. Внутри сумки находится цепочка, которая вешается на плечо. Получается, по сути, это не сумка, а какой-то маленький клатч. Чисто телефон ложить или кошелек. Внутри состояние хорошее, все целое. Я думаю, подобный клатч можно продать, если не оригинальный, рублей за 200. Ну, а если оригинальная сумка, то стоит она в районе 40 тысяч рублей как минимум. Ну, а на Авито будет бэушная стоить 1020, если оригинал. Мне реально смотрится классно. Покажу сумочку своей девушке, может эта сумка ей понравится. Ну, а если, братва, вашим дамам эта сумочка зашла, можете у меня ее купить. Братва, а вот это мне реально фортануло. Нашел на стриме в помойке топовое компьютерное железо. Процессор Intel Core i5-3330. Такой процессор на Авито стоит в районе 3000 рублей. Плюс 8 гигов оперативки от бренда Kingston. DDR3. Две планки в каждой по 4 гига. Офигеть, вот эта помоечка радует. С помощью таких находок скоро себе компьютер из помойки соберу неплохой. И буду, кстати, стримить в гараже с компьютера. Так что будет просто сказка. Этот комплект я оставлю себе. Соберу на его базе компьютер из помойки. Но если мало ли вдруг не получится собрать, то продам этот комплект на Авито за 5000 рублей. Капец, помойка дарит криминальные находки. Я только не знаю теперь, что мне с ним делать. Возможно, получится продать на барахолке. Ну или вообще выкину нафиг. Ведь помойка может дать уголовный срок. Опас. Капец, это жесть. Не находка, а капец. Перерыл тогда всю помойку, но пистолета не было. Был только этот магазин. Вот реально стрёмно, братва. Напишите ваши варианты в комментариях, каким образом этот магазин попал в помойку. Ведь он типа полностью целый, рабочий. Я не знаю, что с ним могло случиться, чтобы его выкинули. Нашел старенький музыкальный центр от бренда Philips. В комплекте даже был пульт и различные провода. Но вот, к сожалению, центр не работает. Подключил в сеть, но это не дало никаких результатов. Внутри пищат кондёры. Скорее всего, нужно просто заменить кондёр. Такая поломка, в принципе, не страшная. Это ремонтируется довольно-таки быстро. Нужно только подобрать подходящие кондёры. А центр, кстати, реально неплохой. Надеюсь, получится его починить. В нём, кстати, есть встроенный усилитель. Так, что подписчики звонят? Да, ребят, позвонил подписчик, потому что кто-то слил мой аккаунт на Авито в мою группу в Штребухшоп. И на самом деле, это я слил. Так что, если вы хотите что-то у меня купить через Авито, заходите. Ссылочка на Авито будет в описании этого видоса. Вы-то можете у меня что-то купить из электроники через Авито доставку. Вообще без проблем. Только, пожалуйста, ребят, не надо мне звонить. Только по делу. Я же всё-таки деловой человек. Помоечка кормит. Ну а музыкальный центр попытаюсь починить. Я надеюсь, он заработает. Ну а если не заработает, продам на барахолке рублей за сто. Нашел старинную хрень, с помощью которой передают сигналы азбукой Морзе. Я не знаю конкретно, как эта штука называется, но она имеет очень хорошую ценность. На Авито продают подобные штуки по 5000 рублей. И она, кстати, полностью целая и, скорее всего, полностью рабочая. Тут, по сути, и ломаться нечему. Попытаюсь эту штуку продать на барахолке за 1000 рублей. Возможно, кто-то и купит. Но если за штукарик её не купят, продам на Авито 1000 за 2. Я так понимаю, интересная находка для коллекционеров. Мне подобные находки очень редко попадаются. Нашел неплохую бежевую кожанку. От бренда Zara Basic. Модель М. Офигеть, ребят, так она вообще в отличном состоянии. Правда, сейчас уже не сезон, ну, по крайней мере, в Питере. Холодно. Ну, а так кожанка вообще офигенная. Был бы я девушкой, я бы её себе оставил. Просто реально идеальное состояние. Люди заелись капитально. Так что, братва, если у кого-то есть девушка, можете показать ей эту кожанку. Продам эту кожанку за 600 рублей. В магазине подобная кожанка, я думаю, будет стоить 1400. Ведь фирма Zara довольно-таки хорошая. И вещи у них качественные. Сам не раз там вещи покупал и ходил в них не один год. Молнии полностью рабочие. Нет никаких косяков. Помойка дарит кожаные куртки в отличном состоянии. А ещё был найден в своей коробке аэрогриль от бренда Redmond. Модель RAC240. Аэрогриль универсальный. Одевается он на кастрюлю. С помощью аэрогриля можно жарить курочку. И будет, кстати, очень вкусно. Внутри коробки аэрогриль в полном комплекте. И даже с документами. Аэрогриль полностью рабочий. Работает просто изумительно. И греет капец офигенно. Подобный аэрогриль можно продать на Авито за рублей 900 как минимум. Неплохая находочка. Помоечка радует, как обычно. Я в шоке, братва. Нашёл супер дорогие часы от бренда Invictra. А не, стоп. Инвикто. Модель LUPAH. Номер модели 13835. Посмотрел в интернете. Подобные часы стоят в районе 20 тысяч рублей. Я так понимаю, LUPAH это от слова LUPAH. Видите, какое стекло? В форме лупы. Часы на батарейке, но они не работают. Нужно, скорее всего, её заменить. Посмотрел на Авито. Такие продают в районе 10 тысяч рублей бушные. Ну а я продам эти часы тысяч за 8. Смотрятся довольно-таки престижно. Я не думаю, что это подделка, так как не супер прям дорогой бренд. Это не роликсы. Поэтому это по-любому оригинал. Кстати, я поначалу подумал, что они золотые. Но перерыл большое количество интернета, сайтов и понял, что это просто такой цвет. Помойка дарит часы топового сегмента. Под эти часики нужно одевать костюмчик и иди... Блять, идти нахуй. Ебать. Можно в Мерседес садиться в этих часах. Офигеть. Помойка радует, братва, как обычно. Тупо нашёл свельчарские часы в помойке. Охуенно. Мау. Были найдены в своей коробке неплохие женские кроссовки. От бренда Кеддо. Состояние просто офигенное. Белого цвета. Размер кроссовок сороковой. Сделаны они в Англии. Состояние изумительное. Это типа кроссовки на каблуках. То есть высокой подошвой. Внутри каблук. Что-то они какие-то старомодные. Не думаю, что такие кроссовки сейчас в тренде. Но зато внутри полностью целые. Продать их можно будет, я думаю, сотки за три как минимум. Какие-то тут значки непонятные. Капец. Но мне они что-то не особо нравятся. Подошва даже не стёрта. Судя по внешнему виду этих кроссовок, их одевали, возможно, раз пять максимум. Помоечка обувает. Нашёл чехол, походу, для колонки GBL. Вообще новый полностью. С карабином. На чехле, как видите, есть специальные сетки для того, чтобы динамики чехол не перекрывал и звук работал как надо. Продам на барахолке чехольчик за 50 рублей. Неплохая находка. Небольшое количество мелких находок. Просто офигеннейшие находки для барахолки. Там подобные находки я продаю по 50, по 20 рублей. Вот, кстати, неплохой Wi-Fi роутер от бренда Asus. Но отработает он или нет, я не знаю. Продам на барахолке рублей за 50. Также есть ралитетный телефончик, ребятки, Siemens AX72. Но с треснутым пластиком. И нет задней крышки и батареи. Продастся на барахолке рублей за 30. А еще есть два жестких диска старых. Первый SeaJade на 120 гигов. У него, кстати, еще заколхожено вот такое охлаждение, чтобы диск не перегревался. И еще один жесткий от бренда Magstar на 80 гигов. Жесткие улетят по 100 рублей. Вот этот жесткий улетит за 150 рублей. Ну а этот рублей за 50. На барахолке. На барахолке. Ну и в принципе, кроме этих жестких дисков, здесь нет ничего ценного. Есть еще вот такие прикольные стильные очки. А еще есть тройник. Антенна для телевизора. Беспроводная мышка рабочая. Также еще игрушка. Вот такие диодовые подсветочки. Какая-то щеколда. Ну, ребят, реально, ничего ценного. Ну а еще блок питания для телефона. А еще есть типа как от айфона блок питания. Но это на самом деле не оригинал. А еще есть эпилятор, кстати, довольно-таки неплохой. Продастся рублей за 100. Вы, наверное, думаете, капец, что за барахло, ничего ценного. Но зато на барахолке, на этом барахле, можно заработать рублей 700. Барахолка дарит прибыль. А еще была найдена настольная лампа синего цвета. Продам на барахолке рублей за 100. А еще есть клавиатура для компуктера от бренда Defender. Вся поцарапанная, ушатанная, но, возможно, рабочая. Не проверял. Тоже продастся на барахолке. А еще есть антенна для телевизора в своей коробке. От бренда Hama. Офигеть. Офигеть. Как будто новая. Она, кстати, даже в защитных пленках. Полностью рабочая. Помойка дарит новые антенны для телевизора. На барахолке подобные находки разлетаются просто со свистом. Продам ее рублей за 150. Помойка дарит новые антенны для телевизора. Офигенно. Нашел мини-компьютер с креплением на заднюю часть монитора. Просто офигенная, ребят, находочка. Модель компьютера PS System Tower Ion. Состояние, в принципе, нормальное. Внутри стоит жесткий диск на 8 гигов. Подробные характеристики этого компьютера увидите на экране. А компьютер капец очень маленький. Есть USB-входа для микрофона наушников. Также сзади подключается монитор через DVI-разъем. Питается компьютер от зарядки от ноутбука. Пластик покоцанный. Походу компьютер разбирали. Не первый раз нахожу подобные мини-компьютеры. Но это первый мини-компьютер, который оказался полностью рабочим. Ну что, пора включить компуктер. Компуктер полностью рабочий. И в нем даже установлено какое-то ПО. Капец, ребят. Вы посмотрите, какой он маленький. Это реально крутая находка. Так, проверим, что у него тут по характеристикам. Итак, зашел в BIOS, проверим его характеристики. Процессор Intel Core Atom на 1.6 МГц. Жесткий диск внутри стоит на 80 гигов. Блин, капец, может его себе оставить. Неплохой такой компуктер. Видимо, компьютер использовали в каком-то магазине. Так как обычно такие компьютеры стоят в магазинах. Опа, что-то загружается. Посмотрел на Авито, подобный компьютер стоит в районе 3-4 тысяч рублей. Вот лично мне этот компьютер интересен только тем, что он очень компактный. Он с помощью этой рамки крепится к задней части монитора. То есть, в принципе, такой компьютер подойдет для учебы. Ну, конечно, для игр он точно не подойдет. Но, блин, это офигенно, когда помойка дарит бесплатные компьютеры. Ух ты, просит какой-то пароль ввести. Ну, попробуем 4-0. А, нифига, пароль не подходит. То есть, получается, компьютер полностью рабочий. На него нужно всего лишь накатить винду. И кайфовать от такого маленького компуктера. Да, когда я его на стриме нашел, я просто офигел. Помойка дарит бесплатные мини-компьютеры. А еще есть небольшая кучка ралитетного компьютерного железа. Вот этот кулер для процессора от бренда Zalman. Капец, он тяжелый. И выполнен, походу, из меди или латуни. Мне его будет выгоднее сдать на металл, чем продать его в таком рабочем состоянии. Разберу на ценные металлы. А еще есть супертоповая, самая крутая веб-камера для стримов. Которая снимает 8К от бренда Genius. Продам ее на барахолке рублей за 50. И то не факт, что кто-то купит. А еще есть жесткий диск от бренда Sea Jade Barracuda на 7200 оборотов. Но, к сожалению, он малого объема. Всего лишь на 80 гигов. Плюс ID-ешный. Этот жесткий на сегодняшний день вообще не актуальный. Я не думаю, что у меня его кто-то купит. Хотя, возможно, за полтинник уйдет на барахолке. Также есть видеокарта, очень старая. Модель FX 5200 DDR на 128 мегабайт. Офигеть. Также кулер для компьютера. VGA кабель. Переходник с DVI на HDMI. Ну, еще есть клавиатура от бренда Smart Buy. Но здесь кнопки припаяны. Поэтому, ребят, я не думаю, что у меня ее вообще кто-то купит. Но, надеюсь, на барахолке уйдет за рублей 50. А теперь я вам покажу супер офигенную находку. Нашел шумоизоляцию, которую используют в студиях звукозаписи. Просто пушка, ребят. Она новая. Вот эта пленка отрывается. И вот здесь липкая поверхность. И уже эта поверхность крепится к стене. Здесь ее, конечно, не особо много. Но, тем не менее, обшить что-нибудь ей можно. Я вот даже не знаю, что мне с ней делать. И что я ей обошью. Я уверен, что многие о такой штуке мечтают. Но именно те ребята, которые записывают реп. Ну, или какие-нибудь песенки. Кстати, мне, как для стримера, подобная шумоизоляция пригодится. Возможно, оставлю себе, а может быть, продам. Если кому-то она нужна, пишите ВКонтакте. В наличии есть 3 целых куска шумоизоляции. По ширине примерно метр. Помойка дарит возможность круто записывать вокал. Прямо как в студии звукозаписи у Моргенштерна. Ну, а теперь настала пора осмотреть сумку с полезными на барахолке находками. Сколько всего интересного. Капец. Офигенный товар для барахолки. Во-первых, вот такой детский пистолет. Его, конечно, нужно отмыть. Продастся рублей за 10. Также есть 3 книжки. Первая школа бизнеса. Ведерко мороженого. Сыщик моей мечты. Офигеть, это походу я. Также есть неплохие находки для гаража. Вот, допустим, вот эти уголки, которые я оставлю. С помощью них сделаю какие-нибудь полочки. Есть еще изолента. Двухсторонний скотч. Аккумулятор для вейпа. Открывашка для консервных банок. Насадка для пылесоса. Кстати, офигенная. Смотрите, какая тоненькая. То есть, с помощью вот этой тонкой длинной насадки будет офигенно чистить компьютеры от пыли. Рабочий фонарик. А еще монтажный клей белый. Женский бронзер для покраски лица. Также есть вот такая детская кукла, которую можно продать рублей за 50. А еще есть вот такая неплохая находка. Это отпугиватель для собак. И он, кстати, рабочий. Но я его еще на собаках не проверял. Да и не особо хочется. Есть еще новый чехол для телефона. Коробка от Айрподсов. Вы знаете, ребятки, я их собираю. Плюс одна коробка в коллекции. Также есть вот такая новая хрень. Это для душевой кабины слив. Продастся на барахолке. Плитка запечатанного шоколада Альпингольд. Фейри примерно 30% бутылки. Термокружка, шейкер. Вот такая хрень. Продастся на барахолке. А еще гречневая кашка в пакетиках. И офигенная приправа лимонный перец. То есть здесь есть крутилка, которая крутится. И все эти зернышки размолваются, засыпаются на продукты и на блюда. Офигеннейшая находка. Принесу домой, моя девушка будет просто в восторге. Также есть большое количество чая. Помойка дарит чай. И перчик. Ну и еще есть на Новый Год бенгальские огни. Ну и вот такая хрень непонятная. Я без понятия, что это такое. Тяжелая. Тут видно эту хрень. Кто-то кусал. Следы от зубов. Вообще капец стрёмная находка. Я в шоке, ребят. Помойка дарит непонятные круглые штуки. Если вы знаете, что это такое, пишите в комментариях. Настала пора осмотреть сумку с мелкими находками. Но собиралось их довольно-таки немало. Во-первых, вот такая типа сковородка или кастрюля, что это от бренда Роял. Сделано в Германии. Офигеть. Подобные сковородки стоят по-любому до хрена. На барахолке, возможно, продам рублей за 100 ее. Ну а скорее всего, новая подобная сковородка стоит тысячи три. Ведь судя по внешнему виду, это дорогая вещь. Нашел интересную находку. Это насадка на прожектор. Подобные прожекторы стоят в фотостудиях и используются для съемок видосов и фильмов. Но прожектора, к сожалению, не было. Есть только вот эта насадка, с помощью которой регулируется поток света. Насадка полностью целая, как будто новая. Продам, я думаю, рублей за 300. А вообще, подобные прожекторы с такими насадками стоят тысяч по 50 новые. Нашел топовую сковородку и очень тяжелую. От бренда Miller House. Сделано в Германии. Состояние, в принципе, нормальное. Посмотрел в интернете, сколько подобная сковородка стоит. И нашел только наборы подобной посуды, которые стоят по 10, по 15, по 20 тысяч рублей. То есть, это сковородка из набора посуды. И она капец тяжелая. Первый раз держу в руке такую тяжелую сковородку. Я думаю, она очень офигенная. Продам ее. На барахолке рублей за 400. Нашел ноутбук от бренда Lenovo. Но, к сожалению, он в каком-то разобранном состоянии. Экран у него отваливается. Видно, его разбирали. Матрица, кстати, целая. Но ноутбук, к сожалению, не запускается. Модель ноутбука Lenovo B550. Из ноутбука сняли оперативку и жесткий диск. Полностью выпотрошили. Скорее всего, ноутбук полностью не рабочий. Возможно, сгорела видеокарта или процессор. Непонятно. Продам ноутбук на запчасти. Рублей за 900. Капец, очень обидно, что ноутбук не рабочий. А я так надеялся, что найду рабочий ноутбук в помойке. Так как я давно их не находил. Капец, кто-то страдает манией преследования. Залепили веб-камеру. Неужели люди думают, что за ними следят? Ребят, если вы делаете так же, напишите об этом в комментариях. Я вот лично не понимаю, зачем это делать. Ведь сейчас в современных телефонах также есть передние камеры. И что, их тоже залепливать? Ведь если захотят за нами следить, по-любому будут. Две пары напольных весов. Первые от бренда Bosch. Вторые от бренда Marta. Весы работают просто изумительно. Вот эти продам за 2 сотки. А вот эти рублей за 100. Потому что они почему-то не включаются. Возможно, отходят контакты на батарейке. Не знаю. Короче, продам на барахолке рублей за 50. Или за 100. А эти-то рабочие за ебумба. Помойка измеряет вес. Братва, больше находок нет. Показать нечего. Я надеюсь, вам обзор находок из помойки понравился. Подпишитесь на мой канал. И посмотрите вот эти видосы. С вами был расхититель помоек Штребух. Встретимся в следующих видосах. Всем пока. Мау! Штребух вылез из помойки Штребух на лутал. Штребух обнулил помойку и налом забрал. Штребух вылез из помойки Штребух на лутал. Штребух обнулил помойку и налом забрал. Штребух вылез из помойки Штребух на лутал. Штребух обнулил помойку и налом забрал. Штребух вылез из помойки Штребух... Продолжение следует...